Украинские военные тем временем обошли запрет Киева на торговлю с Россией и закупают российские двигатели для своих БТР через зарубежных посредников. Причем пишут об этом украинские же СМИ. По их данным, по такой схеме приобрели уже как минимум 20 агрегатов. Как это происходит и кому выгодно, разбирался Алексей Кнопко. Расследование журналиста из Кишинева о молдавском участии в серых схемах Украины, в самой незалежной, никто бы, пожалуй, не заметил. В конце концов, махинации с бюджетом для страны переворотов не самая большая проблема. Вот только оказалось, что на этот раз задели заживое. Снять сливки махинаторы решили с торговли со страной-агрессором. Молдавская компания купила на заводе КАМАЗ 20 двигателей. Затем она через несколько дней эти двигатели перепродала второй компании автопрезенту. Вторая молдавская компания перепродала третьей немецкой компании. И немецкая уже везла эти двигатели в Украину. Везенные двигатели, и это для украинского патриотизма самый тяжелый удар, делают на заказ для одной конкретной машины, бронетранспортера БТР-80. Его еще советской модификации. Новые в российской армии оснащают агрегатами Ярославского моторного завода. И все бы было не так страшно, если бы не заявление Укроборонпрома, согласно которым, там с 2014-го принципиально не покупают военную технику в России. Но если очень хочется, то можно. По самым разным отчетам, примерно 5-6% от ВВП необходимо украинскому военно-промышленному комплексу для того, чтобы сохранить свое существующее положение. Так вот, этих денег нет, и в этом смысле, по факту, Украина сейчас использует лишь тот остаток, тот задел, который у них был после развала Советского Союза. Возможно, цепочку посредников не остановили на Молдове потому, что ровно год назад все в том же Укроборонпроме представили новые БТР, адаптированные под двигатели НАТО. Вот и возят теперь из Германии. А что они российские, так это уже не публичная подробность. Двигатели для БТР-80 в обедной продаже и вообще в какую-либо продажу их нет вообще. Для них нужно получать специальное назначение, и оно не выдается для поставки каких-то там непонятных фирмам. Поэтому, скорее всего, мало того, что Украина купила их дороже, чем они стоят на самом деле, кроме того, эти двигатели еще являются гражданскими назначениями. И применить их на военные техники, в связи с БТР-80, невозможно. Но, скорее всего, дело все же в деньгах. Согласно данным расследования, молдавская компания готова закупить агрегат Камского завода по 9 850 евро. И перепродать желающим с маржой всего в 1%. А вот в Киев двигатели приходят с ценником, подросшим уже в полтора раза. Все эти двигатели, которые были вывезены из Молдовы, и которые, в принципе, в Молдове стоят 10 тысяч евро, они были вывезены на двух грузовиках. Транспортировка из Кишнева в тот же Киев на двух грузовиках стоит за один грузовик, ну, допустим, тысячу евро. То есть транспортировка из Молдовы в Украину этих двигателей могла стоить всех 20, ну, максимум 2 тысячи евро. Но нисколько не 100 тысяч евро. Предпоследнее звено в цепи молдавскую фирму Апротехпро контролируют люди из близкого круга бывшего депутата Рады Александра Дубового. А тот, в свою очередь, давно дружит с Сергеем Пашинским. Тем самым, что в багажнике своей машины вывозил снайперские винтовки с Майдана. Профиль не поменял и сейчас. Это бизнес один из немногих, который до сих пор приносит крупные бонусы, причем еще и в валюте. Естественно, этот лакомый кусок после мастереворота был отдан людям, которые максимально были включены в эти процессы. Украборонпром, отмывочную для денег при президенте Януковича, как называли его активисты Майдана, теперь, говорят, переставили на честные рельсы. Руководить перестановкой доверили Роману Романову, ставленнику бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского. Новый директор первым делом набрал в заместителя людей с родной Херсонщины. Например, Сергея Пинкаса. До того первый замглавы оборонного гиганта страны заведовал сферой ЖКХ в городе Цюрюпинске. Исследование американской компании РЕН. Одним из резюме там было, что в 2017 году, вероятнее всего, помощь военно-техническая и финансовая со стороны западных партнеров будет резко сокращаться, потому что на Украине они не видят ничего, кроме коррупции. Вообще говоря, нынешнюю историю сложно назвать сенсацией. В конце прошлого года госкомпания «Укринмаш» за 120 тысяч долларов закупила двигатели для советского БТР-70 в Британии у фирмы «Райан Эссетс Компани». Это при том, что денег на новую технику не хватает настолько, что передавая мысль военной инженерии, танки «Оплоты» и бронемашины «Дозор» до украинской армии так и не дошли. А сотрудников львовского бронетанкового отправили в неоплачиваемый отпуск. Алексей Конопко, Ольга Ольвухина, Алина Хусаинова, Вести.